Вспышно, сверно, боже, где ты, я, ты, я Холошки, амигос, это снова вы, снова я и снова adlc devil with in a with within Почему есть люди, которые так любят доебаться до моего произвращения? Визин неправильно, визин, блять, это от желудка, within, with, with, блять, ну вы поняли, блин, стоит человеку узнать просто, я не знаю, два слова по-английскому и все, он начинает, он начинает, не знаю, просто задалбывать Это как, знаете, как люди, которые знают, что правильно говорить звонить, а не звонить, блять, или как там, все, они просто, они, они, даже если они больше не знают ничего из русского языка Они просто заебут своими вот этими познаниями Кит, а, Китман, это Кит Так, вообще-то там была дверька, которая размагничивалась, я думал, что здесь будет тупик Развоплощалась, вернее Убрать Джозефа? По-моему, Джозефа убил Рубик Его так плохо видно в темноте, что мне начинает казаться, что он негр Негр, корень зла Хорошие планы, засранец А мне интересно все-таки, что там за той дверью А я смотрю на телку-то, эти излучения не действуют Я знаю, кто ты ты Я не буду позволять тебя взять его Ты должен был следить за свои правила, пидж Джозеф превращается в бегуна из Dying Light Он так нагло при мне разбрасывается пистолетом, который у меня выхватил Вытащил из него пустую обойму, выбросил Абасаса О Кто-то тут уже помер Я бы поискал другую нычку на ее месте Так, надо, значит, Джозефа донейтрализовать, да? Для этого мы для начала выключим фонарик Ну, Джозеф носит очки, значит, у нее плохое зрение Это надо использовать, видимо, как-то Джозеф Я знаю, что ты здесь, ажент Кидман В общем, мне кажется, Джозеф тупой Ох, по горбам А че, Джозеф прям такой крутой убийца, что я должен от него прятаться? Не ревнись Просто дай мне получить чистый удар Я че-то немножко не понял, откуда пули полетели Там вон еще один топор на кровати блестит Смех у него, как у еблана редкого Подождем, пока у него кончатся патроны Хе-хе-хе-хе-хе Ты не можешь спидеть Ты не мог бы уйти Если они у него вообще могут закончиться Я так понимаю, что теперь он не слышит моих шагов и до музыки Не ревнись Просто дай мне получить чистый удар Стрелок из него вообще ни о чем Ушел в жопу, ебанько Сколько раз он надо топором приголубить, чтобы он сдох Ой Что это за штуки такие? Они ослепляют меня, но что они сделают с Джозефом? Здесь еще один топор Я могу сразу несколько носить? Интересно Максимум Максимум, пидораксимум Заклинание из Гарри Поттера Я тебе даже подскажу, где меня искать, придурок Почему она не может издавать звуки? Не прислоняясь К укрытию Так, этот Джозеф меня, честно, уже задолбал Он нихера не идет сюда Он теперь идет Я собираюсь найти тебя и выставить тебя Ну, ну Попало, попало Молодец Очередная вспышка Криворукой ярости у Джозефа Тут, сука, битое стекло на полу Не подойдешь Давай, давай Ну, почему я не могу его ударить, господи Да Ебланство этой миссии Немножко зашкалило под конец Я ебу Я не понимаю, что мешает детектив Кидман, блять Просто его, просто пиздить Не со спины, а, блять, в лицо топором На время подзабьем хуйца на Джозефа И пойдем посмотрим, что было за этой стеной Может быть, здесь альтернативный сюжет какой-нибудь есть Опять игра света и тени Надо Теперь надо что А, поворачивать его, что ли, что Вот это хитро Учитывая, что я вообще уже не помню, как, блять, должен выглядеть Это долбанный знак Он хоть где-нибудь здесь есть, блять, для примера-то Да, ёб твою мать Так, это, о Че? Ну, газуй, заводись Сработало Случайно, блять Может, я не туда открыл Путь-дорогу Да, фортануло адски Они перебросили ресурсы с других программ, чтобы поддержать наши исследования Работе со Steam поставлен наивысший приоритет В ущерб проектам других отделов Химики и ботаники теперь занимаются подготовкой подопытных к подключению Прототип снова заработал, так что эксперимент продолжается по возвращению каждого пациента из STEM С ним проводится собеседование на них ощущения при интеграции в STEM влияют их индивидуальные патологии Однако есть и общие для всех моменты Они не все видят одного и того же окружения, одни и те же объекты, мир, в который они попадают, разрастается с каждым подопытным Это говорит о том, что в STEM оседают осколки сознания пользователей И из них складывается сообщество Как будто внутри действительно строится новый мир В общем-то, об этом была и предыдущая записка, насколько я помню О том, что их ужасы оседают там Теперь их осколки там, воспоминания оседают Ну, мы поняли Возвращаемся к Джозефу Скучали, ждали, он вернулся Джонни делится едой Так, где-то топор А, она взяла топор, да? А, ну, мы поняли Ой, ой Ты не могла быть уничтожен Нас не догонят так так это мне напоминает знаете из бэтмена из последнего драку с мистером фризом или не спасли об этом из какого-то из них там где надо было делать ловушки там из потяжка атаковать грязными приемами счет опор ну да в каждой комнате надо его агрить по разику он пришел я увижу он залип залип надеюсь надолго ну конечно конечно он сразу отлип как только я к нему подошел что логично что логично опять залип иди нахуй блять заебал такая тупость блять пиздец полная как только не подходишь он все равно нахуй отворачивается блять я лучше здесь пизды дам блять в лаборатории давай придурок уебище ты где заебал где он блять ходит нахуй это блять хуесос блять не а а и 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 Я нашел тебя! Ты не мог бы идти далеко. Долго вылезала, очень долго. Ну, заебись. Нет, все-таки стащила. Джозеф наконец-то сдох. О боже, живучий ты ублюдок. Три удара топором не каждый богатырь выдержит. Ты должен просто оставаться из-за дороги. Есть ли грехи, за которые тебе стыдно, спросил голос? Надо бы мне сказать, что да, я теребонькала на порнуху, в которой собака трахала карлика. Подожди секунду. Эта дом... Нет, это не может быть. Это дом? Нет, не может быть. Куча народа... А, загадка, где их там двенадцать присяжных. По-моему, здесь нельзя. А, это не я скриплю. Жестокачалка скрипит. Ой, боже, блядь, срань. Запись тринадцатого тестирования агент, мисс Кидман, расскажите о своей семье. Спросите что-нибудь другое. Нет, этот разговор больше нельзя откладывать, мы спрашиваем об этом, потому что хотим понять вас. Им всегда было на меня плевать, их заботили только по ходу в церковь, как сектанты какие-то, словно отбывали наказание, и что бы я ни делала, они всегда были мне недовольны. К вам применяли насилие? Нет, это было скорее пренебрежение. Когда я ушла из дома, им было на это наплевать, они меня даже не искали. Пожали плечами и все. И вы больше не возвращались? Вернулась пару лет спустя, они уехали, все уехали, как будто весь город укатил в другое место. Наверное, следовало что-то почувствовать, но на душе было пусто. А какие чувства вы сейчас испытываете по этому поводу? Те же самые, пусть хоть подохнут мне по барабану, но странно, в центре города есть статуя, ангел, спрятавший лицо в ладонях. Когда я в детстве на нее смотрела, мне казалось ей грустно, но в тот момент я подумала, что даже статуя понимает какой-то паршивый городишко. Ужасная дыра. Какая лампа огромная. Это та мифическая лампа, которая на жопе Себастьяна Костеланоса становится меньше, когда он ее пристегивает. Я так понимаю, что это ее дом, а это ее рисунки. Войну походу рисовала, причем войну миров. А, головы кукол в клетке, ну что ж понятно, кажется детектив Китман с прибабахом девочка. Не так ли? Не так ли? Атмосферная избушка, ничего не скажешь. А, это не здесь Себастьян? Нет, Себастьян не здесь. Он воевал. Такая огромная локация, все это стелс. Господи, ну и походка у нее по лестнице. Э-э-э-э-э-э-э. Нагнулась, что-то идет как мышь горбатая. А-а-а, я знаю, что это за место. Это ближе к концу игры, перед собором. Площадь. Нет. Ха. Но... В компании был такой базар, тоже круглый. И Джозеф там ходил с Себастьяном. Здесь никого нет и непонятно, что надо делать. Что за городишка? Затерянный город. Да. Вау, ангел, ты куда-то сдриснул. Вау, ангел, ты куда-то сдриснул. В центре города. Видно, это была стрима для всего лишнего жизни, в этом месте. Что, надо лампу включить или что? Ага. А отсюда самой, видимо, фонариком, блядь, посветить. Нет? Вот она, не знаю. Тут, конечно же, закрыто всё к хуям собачьим. Может, не на статую? Статуи-то нету. Дело в том, что тогда фонарь вообще не светится. Сейчас она будет светить себе в глаза, походу, смотрите. Та-дам! Походу, я вообще не понимаю прикола этой загадки, если она здесь есть. Вот там фонарик последний, да, мигает? Туда надо идти. Я же вообще ничего не вижу. Просто, блядь, тайга и ночь. То есть, можно вычислить, кому за какое дерьмо надо говорить спасибо в этой игре. Из чего прошлое всё это говно берётся. Прожектор. Какие-то звуки. Как при несварении. Я иду на карачках, потому что так мне лучше видно. И прицелившись фонарём, я хотя бы дорогу вижу. То, что если... Если встать... Нет, тоже, в принципе, видно. Но сидя видно лучше. Сидя как-то комфортней. И атмосферней, естественно, в 4 раза сразу. Прожектор, видимо, включится сам, когда его повернёшь, да? И чё? А, я понял. Теперь надо фонариком добавить. Уху! Загадка века. Очень жаль, что никто здесь не напал в темноте. Я бы точно тогда... Сломал своё кресло. Резко отложив на него реактивного кирпича. Глубже... В какую-то жопу ада. Кровавые мешки. В них складывали расчленёнку. В мешки... В мешки из-под картошки. Ой, божечки сраные. Слышь ты, мистер Тень, блин. Но сейчас, это место здесь, с нами. Только что мне это больше всё нравилось, когда было светлее. 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 А, о. Очередной диванчик. Что-то шелестит. Что-то реагирует на свет здесь. Это кто такой? Какой-нибудь там от Арквимада местный, наверное. Тренировочная база для Рокки Бальбоа. Смотрите, тушки. Так, ну я думаю, что... На очередном диване закончится очередная серия. Неохота как-то эту игру рашить. Охота её как-то, не знаю, смаковать, краситься прям так. Она какая-то вся прям вот... Прям вот такая, как и должно быть. Должен быть нормальный хоррор. Мрачный, стрёмный. И медленный. Так что что-нибудь жмите. Что-нибудь пишите. Адьё. Адьё.